Жители свыше 3000 индивидуальных домов официально стали участниками программы до газификации Ивановской области. Почти к половине домовладений уже подведены газопроводы. В числе тех, для кого уже созданы условия для подключения к природному газу, жители 45 домов в деревне Косогоры Фурмского района. В среду 13 июля этот населенный пункт посетили губернатор Станислав Воскресенский и генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. В уже газифицированных населенных пунктах, а их 536 в Ивановской области, мы проводим программу до газификации. Сейчас собрано более 3,5 тысяч заявок уже от жителей. Мы справимся с этой работой до конца года, если говорить о сроках. Про это я говорю точно, потому что президент Российской Федерации поставил задачу максимально газифицировать дома, находящиеся уже газифицированных населенных пунктах, в году 2022. А все вновь газифицируемые объекты автоматически будут попадать в эту программу, но до газификации будет производиться позднее. Следует сказать, что в Косогорах сейчас 72 дома. Часть уже подключена к природному газу, однако деревня разрастается, строятся новые дома. До принятия программы подвезти к ним газ у жителей не было возможности, так как приходилось оплачивать и стоимость работ по прокладке газопровода и сопутствующие расходы. Позволить такие траты могут немногие семьи. В декабре прошлого года, когда заработала программа до газификации, жители совместно подали заявку на подведение газа к их домам. Сегодня к сетям подключили первый дом. По словам его хозяйки Анны Баженовой, раньше, чтобы поддерживать температуру в доме, приходилось использовать электрический котел. Это выходило очень затратно для семьи – 17-18 тысяч рублей в месяц за отопительный сезон. Теперь же дом будет отапливаться газом, а это гораздо дешевле. Мы пробовали электрическое отопление, но было очень дорого, и мы пользовались электрическим котлом только на поддержание температуры в доме, чтобы у нас здесь ничего не замерзло. Конечно, у нас теперь появится в доме отопление, мы здесь еще не живем, но теперь в ближайшее время заедем. А когда вы подали заявку и как быстро это произошло? Заявку мы подали зимой 2021 года, ноябрь-декабрь. И вот в течение полугода нам подвели газ. Очень быстро, электричество дольше делали, чем газ. А как вы оцените работу сотрудников? Очень все качественно, быстро, оперативно, все понятно объясняют, относятся с пониманием, подстраиваются по времени, когда удобно. В общем, вообще все на вашем уровне. Даже объяснили, как котлом пользуются, хотя, мне кажется, это должен был я где-то в книжке читать, как бы вычитывать. Так что в этом плане очень хорошо. По словам губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, наличие газа значительно улучшает качество жизни на селе. Чтобы участие в программе до газификации стало более доступным, в регионе принято решение за счет областного бюджета компенсировать часть затрат на выполнение работ по газификации земельного участка и дома отдельным категориям жителей. Но я, как уже говорил, у нас все-таки многие люди живут реально трудно, и часть расходов ложится на плечи гражданам, поэтому мы приняли решение для многодетных семей, для ветеранов войны, для малоимущих семей часть расходов, которые ложатся на их плечи, компенсировать. Такое постановление подписано мной на прошлые недели. Я надеюсь, это станет подспорьем программы до газификации, которая сейчас делает внешний район газ. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы абсолютно в графике идем по всем нашим важным проектам. Я специально не называю сроков, у меня и жители Юрьевцы, и Луха просят назвать конкретные даты, но еще раз повторю только одно. Людям обещали больше 20 лет назад газ. Поэтому я предлагаю, давайте мы просто это сделаем, а также приедем в Сергей Юрьевич. Ну, Юрьевцы газ будет в этом году? Ну вот, всегда люди говорят, там, где газа нет, совсем другое качество жизни. Поэтому очень хорошо, что мы идем к точности в графике. Надеюсь, так оно и будет дальше. Надо сказать, что в Косогорах газопровод, построенный на основании заявок местных жителей, позволит подключить к природному газу ранее негазифицированные дома населенного пункта. Программа социальной газификации или догазификации домов – новые направления в развитии газификации регионов России. Она принята по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году. В соответствии с этим решением в уже газифицированных населенных пунктах газопровод до границы участка потребителя проводится за счет государства. Раньше стоимость этих работ с самого затратного этапа ложились на плечи граждан. Теперь в рамках программы жители оплачивают только работы внутри границ своего земельного участка и внутри дома. В момент объявления программы социальной газификации по Фурмановскому району было подано около 300 заявок. Заявки мы принимаем от абонентов на бесплатную социальную догазификацию в газифицированных населенных пунктах. Нужно всего лишь три документа. Паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий право собственности на земельный участок и на дом. Процесс подключения для абонента до границ безвозмездно происходит на границ земельного участка. На сегодняшний день большая половина заявок уже реализована. Ожидаем, что до конца года абоненты, которые еще сомневаются, подадут заявки. Программа продолжается. Всех ждем в наших клиентских центрах. Напомним, в Ивановской области в рамках программы развития газоснабжения и газификации до 2025 года природный газ подведут к 179 населенным пунктам в 17 районах региона. Отметим, что в целом участниками программы до газификации могут стать жители более 530 уже газифицированных населенных пунктов Ивановской области. По оценкам специалистов, это около 5,5 тысяч домов.